Комнатные цветы могут нанести вред здоровью. Добрый день, друзья! Сегодня пятница, а это значит на видеофантазии снова премьера интересного видео. Цветы в доме дарят нам свою красоту и при этом выполняют ряд полезных функций, участвуют в процессе фотосинтеза, поглощая углекислый газ, выделяют кислород и поддерживают оптимальный микроклимат в помещении, уважняя воздух. Однако этот источник красоты и пользы может нанести значительный вред здоровью. Особенно сильно от домашних представителей флоры страдают животные и дети, ведь они не в состоянии отличить потенциально опасные растения. Именно поэтому семьям с детьми и животными нужно особенно тщательно подходить к подбору домашних растений. Какие цветы нельзя держать дома и почему? Азалия Ядовитые листья растений содержат токсичное вещество – гликозид, которое вызывает отравление. Если вы не устояли перед красотой этого цветка и решили украсить им свое жилище, размещайте горшки с азалией в местах, недоступных детям и животным. Не рекомендуется держать растения в спальне. Цикламен – особенно ядовитые клубни растений. Они содержат яд, сходный с ядом курары. Клубни цикламена часто используют и в народной медицине, при этом соблюдая все меры предосторожности. Трихоциреус содержит галлюциногены и алкалоиды, вызывающие паралич центральной нервной системы. В дикой природе с помощью этих отравляющих веществ кактусы защищаются от поедания животными. Кротон – как и многие представители семейства молочайных, кротон ядовит. Яд содержится в семенах и млечном соке растения. Появляется при повреждении листьев или стебля. Если сок попал на кожу, тщательно вымойте руки с мылом. Дефенбахи – во всех зеленых частях растения содержится яд. При попадании сока дефенбахи в рот можно получить серьезное отравление. Поэтому, если вы все-таки решили разводить дома эти цветы, то устанавливайте их в места, недоступные детям и животным. Брунфельсия – великолепно пахнет и красиво цветет цветами сиреневого цвета. Но, к сожалению, все части растений ядовиты. Особенно много яда содержится в плодах и семенах брунфельсии. Кливия. Наиболее ядовитые части кливия – листья и корни. Необходимо соблюдать повышенную осторожность при работе с растением и обязательно использовать резиновые перчатки. примула. примула. Все части цветка ядовиты и несут потенциальную опасность. Во время светения примула выделяет алкалоиды, вдыхая которые можно почувствовать тошноту и головокружение. Болоски листьев содержат яд, который может вызвать жжение и зуд при касании растения. После контакта с примулой обязательно споласкивайте руки водой. Аглоанема. Прекрасно очищает воздух в помещении и убивает множество болезнетворных бактерий. Однако нужно помнить о том, что млечный сок растения опасен. Он выделяется при повреждении растения, например, при поломке листа. Поэтому при контакте с цветком обязательно используйте резиновые перчатки. Фикус. Одно из самых популярных растений во всем мире является мощнейшим аллергеном. Особенно опасен сок фикуса. При попадании на кожу он может вызвать раздражение и даже ожог. Если вы решили все-таки развести фикус в доме, соблюдайте меры предосторожности. У нас для вас есть еще много интересного и полезного. Всего-то надо подписаться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok